Господа, ну и как вы все знаете, где Зил, там и Тинькофф Банк, это же спонсор проекта. И у них специально для автомобилистов, коих на моем канале, я надеюсь, все-таки большинство, да, про тачки, есть карта Тинькофф Драйв. В чем же ее преимущество? Например, на тех же заправках вы получаете 10% бонусными баллами обратно на счет, что делает, скажем, каждый литр топлива дешевле, ну, практически на 5 рублей. Кроме того, 5% вы получаете обратно за любые автомобильные траты, будь то автосервис, мойка, штраф или даже парковки, а также 1% со всех остальных покупок. Ну и, естественно, все топовые плюшки от Тинькофф Банка в виде снятия наличных во всех банкоматах мира, без комиссий, бесплатный перевод с карты на карту в рамках лимита и прочее, прочее, прочее. А для тех, кто зарегистрируется по моей ссылочке, на дебетовую карту будет начислено 500 бонусных баллов, а на кредитную карту 1000 бонусных баллов. Так что, парни, как всегда, для вас от меня из Тинькофф Банка специальные предложения. Все ссылочки будут в описании, переходите и присоединяйтесь к лучшему. Господа, здравствуйте! И сейчас эта серия начинается именно так, не где-то там в красивом месте, потому что в красивое место грузовик не заедет. Сразу вам хочу сказать, у нас категория С. Не в некрасивом месте, а именно за рулем. Потому что в этой серии вы все давно просили навались. Наваливаем! Субтитры делал DimaTorzok К этому невозможно привыкнуть. Понимаете, в чем сила дела? Потому что ты, уже проездив на нем сколько там, ну немерено уже количество выездов, да, уже сезон полноценный, сколько мы снимали, между съемками я катался. И ты каждый раз при этом не ожидаешь, что вот сейчас будет вот это... Это сумасшедшая абсолютно вещь. Все-таки Барян в Рево как-то божественно зашил этот мотор. Мне он очень нравится. Я не люблю в принципе турбомоторы, но С63 сам по себе около исключительный. И как он зашит, это нечто... Это просто Барян, Барян, Барян. Это топчик. Недавно в одной из групп ВКонтакте я наткнулся на видео, которое я сам, собственно, выдернул человека из Инсты. Человек ехал по трассе и снимал со стороны, как едет Зил. Я его заметил, помахал ему рукой и втопил газ, то есть рулоном ушел. Это видео зафорсилось, ну потому что эффектно выглядит, допустим. Вот в одном из пабликов было это самое видео, и под ним были комменты. И там один из комментариев, типа, это монтаж, человек тормозил, это невозможно. И они ему говорили, ну что ты лечишь, допустим, там мотором БМВ, но все остальное это все равно же будет от дела. Типа, никогда он так не поедет. Так вот, обожаю такие моменты, когда люди даже видят и до последнего не верят. Да ладно, люди, я сам-то, честно говоря, до конца не верю в это. Вот что это сейчас было? 5.5, это лучшее за все время. Он так не ехал вообще никогда. 5.5, абсолютный рекорд. Просто на изи вот так, рядовой со светофора. Триндец. 5.5, 5.5 секунд, пацаны. А знаете почему? Стало холодно. Турбом офигенно раздуваться, это раз. А два, у нас обычно колеса были накачаны на 2 килограмма, чтобы прямо с места зацепляться и в поворотах, чтобы нормально он шел. А сейчас мы их накачали на 2.3. И естественно ему стало вообще кайф. Так, ну что, давай, мое любимое, едем в среднем ряду. Сзади тачка. Сейчас нас, наверное, будут обгонять. Давай, 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 подпускаем, подпускаем. Есть. И не получилось. Да ничего, еще обгонишь, но потом. Но это просто классика. Нельзя по-другому ездить на этой тачке. Вообще нельзя. Обязательно только так. 5.5, стабильно. Может быть, эта машина поехала бы и больше, типа с ланча и так далее. Но ланч мы отключили в свое время, чтобы не порвать полуоси с места. Потому что если бы мы его не отключили, я бы все время стартовал только с ланча. Только. Поэтому он был вырезан в принципе, как факт. И теперь у нас получается, что техника всегда живая. Но 5.5. Возможно, это было бы 5.3, 5.2, если хорошо стартануть. Но лучше выключим им режим и побережемся. Я считаю, что для дела гипотетически без разницы. 5.5, 5.2, это просто дофига быстро. Вон он, вон он, вон он, смотри. Еще такой же зил. Смотри, 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 красавчик. Смотри, 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 смотри. Сейчас давай традиционно покрутим им голову, да? То есть сначала типа стартуем так спокойненько. Они такие типа, ну ладно, ладно. Такой даже с пробуксовочкой при мне-то, а? При зиле прямо с пробуксовочкой трогнулся. Спон там, спон там он спешит, да ладно. Знаете, в гонках на зиле есть первое правило. Отпусти сначала на первой передаче человека вперед. Сначала ситуация должна развиваться по типичному сценарию. Всегда. То есть как бы зил, ты топнул, обогнал. Все, красавчик. Вот это хорошее развитие ситуации. А потом вторая. А сейчас вторая. Вот это просто как из анекдота. И все. Ну давай, классика, классика. Подтаскиваем. Смотри, пошел на обгон. Кайф. Блин, вот это, конечно... Вот это супер машина, конечно, у нас получилось. Ничего не скажешь. Прямо кайф. Прямо кайф. Не устаю прямо от нее удивляться, наслаждаться. Она совсем другие эмоции дарит. Те же 5,5. Но если бы мы были на какой-то, знаете, сейчас есть такие спортивные машины. Типа там на 2 литра. Ага, с турбинами. Которые вот там типа из 6 выезжают. Но там ощущение галимого овоща. Здесь я бы не сказал, что сильно быстрее. Это не пропасть, да? Но какие эмоции. Главное то, что вот на первой спокойненько и вторая. Вот это... Это шедевр. Ну и дальше наступает, собственно, вы сами видите, что наступает. Пошел снег и у нас вот какая-то такая поверхность. Естественно, в этих условиях на зеле сейчас гоняться я категорически отказываюсь. И даже не просите и не собираюсь. Но у нас есть огромное преимущество. Если нет скользяка, значит мы на полном природе можем, ну, так называемое, осуществлять дрифт. С чем мы сейчас, собственно, и займемся. И, кстати, пока вот у нас вот что так немножко остановилось от этого раша, да? Напоминаю вам то, что эту машину вы можете выиграть. И как это сделать, вы найдете по ссылочкам в описании на то самое видео. На моем стрим-канале все это происходит, вы можете получить или ЗИЛ, или миллион рублей. И все это длится у нас где-то там почти до конца декабря. Не до самого, но там уже точнее определимся. Так что если вы захотели эту тачку, ну или вы захотели миллион, а все хотят миллион, даже я бы, в принципе, выиграл, если бы кто позволил, да? То проходите по ссылочкам в описании. Там будет вся инфа. Едем валить, давай, валить, 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 валить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам. Можно сфотографировать? Конечно. Конечно, без проблем. Давайте, пройдемте. Вставать. Я просто вот ребятам говорю, что я знакомый, видел в Ютубе, как ребята показывали машину свою. Красиво, классно. Нормально было бы, скажите, на таком уровне работать. Если бы все грузовики были такие, с виду ЗИЛ, а внутри там и полный привод, и автомат нормальный, и все валит. Да, это было вообще мощно. Ну да, 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 да. Еще бы, если бы вот груз прям за собой, и все, вот это едешь там, и нормально. Нет, у вас вообще красиво получилось это все. Давайте сфотаемся. У кого телефон? Ну что, пацаны? Вы просили, я сделал. Вы хотели Жогова? Есть там Жогова. ЗИЛ будет таким, каким вы захотите. Хотите, чтобы он наваливал по трассе и рубил просто с места? Он будет рубить с места, он будет рубить по трассе. Рулоном уходить от машин, удивлять людей. Выпал снежок, пропал зацеп, гонкам не место, это риск. Вы раздаете боком. Было бы сегодня чуть больше снега, мы бы вам показали вообще феерические темы. Но у нас зима в Санкт-Петербурге. Но мы все доказали. ЗИЛ может боком, ЗИЛ может прямо, ЗИЛ может ходом, ЗИЛ может. ЗИЛ был создан для того, чтобы наконец-то смочь. За все свои года с момента его создания он наконец-то выезжает и делает то, что хочет. И как хочет. Я считаю, ребята, это эпично. Вот эта серия действительно была вам нужна, и вы были правы. Нужно было показать именно эти реакции, это Жогова, и получить нам это удовольствие. И я вам по секрету скажу, что это был, в принципе, такой обычный день моей езды на ЗИЛе. Я это делаю и вне видео. Примерно так же получаю от него удовольствие. Поэтому ЗИЛ-130, как и был для нас, для всех любимой тачкой, теперь стал еще более любимой. Он вернул свою былую роскошь и показал, что эта тачка крутая в любых обстоятельствах. Мы все его любим, все его обожаем. И спасибо вам всем огромное за то, что были с нами весь этот проект. Огромной вам всем удачи. Переходите к нашим следующим проектам, потому что ультратанк, как вы знаете, уже не за горами. ЗИЛу огромное спасибо. Он навсегда в наших сердцах. Удачи вам и пока.